Приветствую вас. Вопрос касается того, что человек с детства качается взад и вперёд. Началось это с 50 лет, как сейчас, в 23 года, когда слушает музыку, или когда она, или когда смотрит фильм, начинает качаться, может качаться 3-4 часа. И хочется знать как бы мнение. Человек пишет, что считает это ненормальным, но это даёт некий кайф. Момент качания, особенно это всегда с музыкой, я часто задумываюсь о жизни, что-то фантазирую, размышляю о чем-то важном и неважном. Человек описывает себя как эмоциональный меланхолик, можно сказать, часто может много себя нафантазировать и при этом плакать. Описывается частые покушения на насилие в детстве сексуального плана. Ну и то, что родители ругали за подобное поведение, тоже имеет место быть и влияет. Значит, что хочется сказать, да? Как бы, ну, наверное, вот в первую очередь есть, так скажем, клиническая картина. Эта ситуация, именно клиническая. Здесь вам, наверное, пожалуй, поможет именно психотерапевт и психолог. Не психолог, простите. Психотерапевт и психиатр. Либо клинический психолог. То есть люди с медицинским образованием, которые, в общем-то, как бы проверят вас на наличие, так скажем, заболеваний. Да? Если они есть. Вот. Психопатологии, так сказать, ну, так можно сказать. Ну, вот. Значит, ну, вот. Если имеют место быть какие-то психопатологии, то, соответственно, эти специалисты вам помогут с этим разобраться. С точки зрения же психологии, мне кажется, что, во-первых, я бы порекомендовал вам изучить в целом такое устройство, как метроном. Может быть, вы знаете даже, что это такое метроном. Вот. Сейчас я, пожалуй, об этом говорить долго не буду. Скажу просто, что метроном и то, как работает метроном, очень часто человека, в общем-то, вводит в трансовое состояние и вводит оно его туда не случайно. Связано это с тем, что работа метронома, как бы, созвучна с внутренней ритмикой, скажем так, человека. Вот. И именно поэтому метроном – это то, что успокаивает, да? Вот. То, что помогает обрести некое равновесие, некий гемиостаз. То, что вы описываете, является поведением жертвы, жертвенным поведением, является дефицитом средств для защиты. Ну, ваш. То есть, является дефицитом средств вашей защиты. Дефицитом личных границ. Не чувствованием и… Дефицитом чувствования и умения обращаться со своими чувствами, ощущениями. Вы называете себя эмоциональной, но, как мне кажется, в большей степени вы чувствуете сильные эмоции. Так как слабые – не очень. Вот. Соответственно, те действия, которые вы описываете, на мой взгляд, являются действием сбегания. То есть, вы избегаете этих действий для того, чтобы почувствовать себя более-менее хорошо, защищённо и так далее. В детстве это было более, так скажем, наверное, актуально, да, когда вы, вероятно, чаще чувствовали угрозу какую-то себе со стороны окружающих, в том числе и со стороны потенциальных насильников. Сейчас, может быть, этого меньше, но, как бы, потребность, а самое главное – чувство незащищенности, оно всё равно осталось. И пока чувство незащищенности есть, пока некая потребность, потребность в чём-то есть, у вас будет это самое движение. Даже если это качание убрать, его можно убрать, то, ну, как бы найдётся что-то другое, да, найдётся какие-то другие действия, которые вы будете делать. Вот. Потому что есть потребность уходить в фантазирование, есть потребность откликаться эмоционально на это самое фантазирование, что говорит о том же, что вы себя, опять же, склонны подавлять, да. То есть, видите, какие здесь две, так скажем, тенденции наблюдаются. Первое – это подавление своих реакций, второе – это ощущение небезопасности, ощущение незащищённости и стабильности. А циклические действия, как раз таки, дают ощущение стабильности. То есть, вот что раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот. При том, что повторяющиеся действия, на мой взгляд, ещё и создают, вот, в какой-то степени, видимость, видимость личных границ. Вот. Это, когда я чётко, вот, ну, не столько чётко, сколько просто ощущаю, вот, какие-то границы, да. Вот, то есть, ну, чувствую, вот, какой-то предел, да, чувствую некие ограничения. Это может быть конфликтным для вас. То есть, вот эти три момента могут быть конфликтными, они могут конфликтовать. То есть, это несколько потребностей, которые, кажется, вот, ну, как бы взаимо исключают друг друга. По факту, это не совсем так, но это действительно внутренний конфликт. И вам можно и нужно помочь этот конфликт разрешить, потому что самостоятельно вы, скорее всего, с этим не справитесь. Вот. Ну, и несколько, несколько обособлено, хотя и, в общем-то, вписывается в картину также. Это то, что вы себя чувствуете, ну, вот, что вы называете это ненормальным, да. Вот, как бы, это уже, как бы, ну, обесценивание, потому что, ну, вы никому не вредите, да, вы ничего плохого не делаете. Всё, что обладает такими характеристиками, не является ненормальным. Дальше вы описываете, что вам это приносит кайф, хотелось бы знать, какой кайф, то есть, какого рода чувства появляются. Это важно, потому что именно, в общем-то, ради этих чувств, собственно, всё, как бы, задевается. Вот. Я имею в виду, ну, ваше действие. Вот. Поэтому, конечно, вот, давайте попробуем в этом разобраться, да, давайте попробуем это поисследовать. Вот, Марина, выбирайте психолога, да, ну, наверное, сперва обратитесь к врачу, вот, чтобы исключить какие-то нарушения, вот, патологии. Если их нет, да, то, соответственно, обращайтесь к психологу, да, и начинайте работать, но имеете в виду, что, вот, как бы, разделение на норму и ненорму именно, вот, в психотерапии, да, такой вот личностной отсутствует. Всего доброго, удачи и буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Спасибо.